Владимир Петров Но с сентября школа начинает работать, уже тренерский состав подобран, поэтому очень такая приятная атмосфера. Серьезных ребят набрал Максим с коллегами, которые занимаются организацией детской школы. Я думаю, что школа будет на высоком, хорошем уровне. Губернатор Подмосковья на открытой тренировке с подарками. Клюшки и мячи для завтрашних спортивных триумфаторов. Вместе с обладателем Кубка Стэнли Александром Овечкиным Андрей Воробьев попробовал силы в бензе. Но в этом огромном дворце спорта с множеством залов смогут заниматься и фигуристы, борцы, волейболисты, футболисты и любители йоги и хореографии. Мы сейчас прошлись, посмотрели, все соответствует уровню. Самое главное, что детишки рады, глаза горят. Загруженность очень большая, поэтому нехватка льда была. Потому что и взрослая команда, то есть команда мастеров, молодежная команда, гости приезжают тренироваться. Каждый четверг с 19 до 20.00 в спорткомплексе будет действовать добрый час для льготных категорий граждан. Как отметил выдающийся хоккеист Борис Михайлов, ледовый комплекс является настоящим памятником Владимиру Петрову. В день рождения двукратного олимпийского чемпиона и знаменитого на весь мир красногорца 30 июня планируется официальное открытие объекта. Продолжение следует...